Дарова всем, ребята, Кент ПК на проводе, и я думаю, многим из вас интересно, каким же Стэнд Оф 2 был раньше и что же в нём менялось. Так вот, прямо в этом видеоролике вы, ребята, увидите эволюцию игры Стэнд Оф 2. Поэтому, пожалуйста, прямо в эту секунду поставьте лайк и подпишитесь на канал Кент ПК, потому что я прям очень сильно старался. Ну что же, приятного вам просмотра. Прямо сейчас мы видим карту Short Dust 2. Раньше был только один режим Deathmatch, и раньше даже не было привязки к плеймаркету. То есть, если ты хотел поиграть на другом телефоне, то надо было создавать новый аккаунт. Да-да-да. Посмотрите, ребята, кстати, карта Short Dust 2, честно говоря, она мне нравилась. Да, она была плейятом из CSGO. Но, тем не менее, это была обалденная карта, и я думаю, что многие из вас с радостью бы в неё поиграли. И ещё хочу отметить один очень важный нюанс. Раньше загрузка шла без преувеличения секунд по 40. То есть, чтобы с кем-либо поиграть просто в обычный командный бой, даже не ММ, ты должен был подождать 40 секунд. Вот, ребята, тут просто трындец какой-то. Посмотрите, мы до сих пор ждём. Это не пауза, до сих пор идёт загрузка. Также попрошу обратить ваше внимание на выбор команды. Обратите внимание на эти ники. Вы видели там ники арабские, английские, потому что раньше не было региона. Все были просто-напросто вместе. И поэтому очень много людей, которые вообще друг друга не понимали. А вот это прямо сейчас мы находимся под текстурами. Да-да-да, раньше вот это было начало матча. Вот такое вот, прикиньте. То есть, из вашей стендов появляется под картой. Нормально. Я просто в шоке. Так, ну что же. Сейчас вы, ребята, увидите, насколько же много раньше было оружий. Один дигл. И АВМ или М-ка. Трындец просто. Всего лишь три оружия. Сейчас, кто не знает, их 17. Поэтому это очень круто. Так, ну что же. Давайте посмотрим на карту Short Dust 2. Над моей башкой мы прямо сейчас видим вот этот всеми любимый и всеми знаменитый хаммер из карты Зоны 9. Какие-то арабские надписи. Но, ребят, по всей видимости, эта карта была просто скачана. Потому что я чуть не понимаю. И ещё посмотрите на эти убогие эффекты стрельбы. На этот дым. Посмотрите на всё это. Просто мать моя женщина. Как же всё это страшно. Ребята, ребята. Раньше даже не было ID. Вы просто представьте, сколько раньше было чьи такого. Это просто офигеть не встать. Так, ну что же. А, и ещё. Посмотрите на отдачи. Вы ещё просто будете угорать. Ты просто стреляешь, а отдачи-то нету. Отдачи просто-напросто нету. Хорошо, что хотя бы раньше были кастомные аватарки. Хотя бы, хотя бы это радует. Хотя бы спасибо из-за этого разработчики. Блин, ну карта Short Dust 2, она реально очень маленькая. То есть, по сути, вот это всё. То есть, то начало, это конец карты. И посмотрите, раньше какие все были рукожопы. Просто посмотрите на этих двух аватаров. Они даже не могут попасть никак к противнику. Посмотрите. Да это руфл какой-то. Не-не. Я отвечаю, это не постанова. Это реально вот так вот раньше играли все игроки. Потому что раньше все были полными нубами. Ребят, посмотрите на вот это всё. Я в шоке. Как же всё переработали. Всё-таки, ребята, кто бы что ни говорил, но разработчики большие молодцы. Это вот прямо сейчас мы видим одну из самых первых версий Standoff 2. И честно говоря, ну блин, ну карта реально прикольная. Карта реально уматовая. Но что вот это что? Вот что вот это? Вот вы видите это? Это всё баги. Представьте, вот это всё было раньше. И это было нормой. Вот с такими же багами люди играли. Притом играли довольно-таки много. Посмотрите. Я просто в шоке. Хорошо, что сейчас такого нету. Потому что, честно говоря, я бы, наверное, немножко прифигел. Так, обратите внимание на этих аваперов. Раньше ты или авапер, или чел, который играет с Сэмкой. Потому что других оружий просто-напросто не было. Посмотрите, как Диггл не точно стреляет. Просто посмотрите, Диггл вообще на весь экран. Вдумайтесь, Диггл на весь экран. Мать моя женщина. Как же рад, что Standoff изменился. Вы просто не представляете. Посмотрите на всё это. Ёлки-то палки. Посмотрите, место респауна. Все появляются в одной точке. Ни у кого нету вот этого бессмертия в начале раунда. Просто посмотрите. Чел, дупо, через стенку мочит. Вообще, ребята. Зашибись. Это насколько старая версия, что даже нету мини-мапы. И даже не показывает, кто кого убил. А, не показывает, только в самом самом верху. Я даже не заметил сразу. Блин, ребят, ну это просто лютейший трэш. Лютейший контент. Я вообще не знаю, как раньше люди в это играли. И вы представьте, кому это было интересно. Кстати, посмотрите. Раньше АВП отнимало 448 хп. Ничего себе. Сейчас вроде отнимают 399, если я не ошибаюсь. Блин, ну карта Short Dust 2, она крутая. Она реально крутая. Но разработчики её удалили. И вместо неё добавили Sandstone. Но, тем не менее, карта всё равно была очень стоящая. Ну что же, давайте смотреть следующую версию. Эта версия вышла в 2017 году. Она очень крутая. Тут есть даже меню. То есть, посмотрите, грубо говоря, всё то же самое, что и сейчас. Только более устаревший дизайн. Как по мне, очень круто. Очень классно. Блин, ребят, я обалдию. Мне лично очень нравится этот дизайн. Кто помнит этот дизайн, хэштег я помню. Так, ну что же, смотрим внимательно дальше. Что же мы тут интересненько увидим? Так, ну что же, смотрим, смотрим, смотрим. Это карта провинции. Я думаю, что исходя из графики, вы уже поняли, что это одна сплошная, большая, жирная. Ну, вы поняли что, да? Потому что это просто фиаско. Посмотрите на всё это. Кстати, уже добавили скины. Обратите внимание, есть крутые скины. Есть карта провинции. Конечно, карта провинции очень странная, очень упоротая. Потому что, ну, какая-то она, блин, не такая. А, кстати, там был конь. Блин, не знаю, как вы, но я лично скучаю по коню. Кстати, да, уже добавили мини-мапу Попрошу обратить ваше внимание на количество оружия Вы сейчас будете просто в шоке Посмотрите, сколько всего АВМ, М16, М4, АКР-12, АКР, ФАМАС, М40 Просто представьте, сколько же было разного оружия Блин, ребятки, вот это я понимаю Вот честно, вот мне бы очень сильно хотелось бы поиграть в старую версию Кстати, вот только что мы видели обновленный проход на карте провинции То есть это самая-самая первая карта провинции И именно там раньше был проходик Так, блин, вот этих бочек же тоже нету на карте провинции Ничего себе, как много всего изменили Блин, ребята, ну честно говоря, ну это заслужит вашего лайка Кстати, можно открывать карту как в CSGO и смотреть, где ты находишься Тоже очень полезно Ну а прямо сейчас мы, ребятки, перемещаемся на еще один год вперед Что же мы тут видим? А мы тут видим то, что есть карта Сэнстон То, что есть закладочка бомбы И мы видим очень ужасную графику Ну, ребят, вы уж извиняете, но графика такая, какая она есть Это история, поэтому ее надо знать, ее надо помнить Конечно же, было куча разных багов, куча разных фризов раньше Но, тем не менее, в это уже можно играть То есть, если в первую версию я бы лично не играл Ну вот, вот это, что я вижу прямо сейчас на экране Я бы лично попробовал поиграть Потому что, ну это же, это же закладка бомбы Уже есть какая-то механика стрельбы Да, она корявая, но она есть Ну, а прямо сейчас мы с вами, ребятки, наблюдаем 0.10.0 Эта версия вышла в конце 2018 года Просто посмотрите на все это Посмотрите на этот инвентарь И я вам скажу так, что это просто какой-то колхоз Ну, честно говоря, это тоже было очень круто Потому что добавили статреки уже Представьте себе, добавили осколочную гранату Добавили разные новые звуки И я такого мнения, что разработчики большие молодцы Потому что они очень быстро делают очень крутые обновления Также прямо сейчас, ребятки, можно смотреть механику игры То есть она, по сути, ну прям сильно не поменялась И я вам скажу только одно То, что уже с 2018 года можно было нормально играть скандов И за это большое спасибо Растораму Потому что именно в этот период игра начала набирать свои обороты И начала развиваться Если бы не было бы всего этого То, возможно, она бы и умерла Но именно в 2018 году много ютуберов начало снимать видосики И игра реально начала процветать Посмотрите также на хп и на бронь Они очень необычно как-то сделаны Очень неудобно, очень колхозно Но, тем не менее, я с радостью такой бы тоже поиграл бы Не, вот это уже реально полноценная игра В которую можно играть даже сейчас Следом за 0.10.0 вышло 0.1.0 В этой версии добавили нож, бабочку и фейбл кейс Просто посмотрите на все это Даже я снимал обзор Ребята, я, примерно, в то время ворвался в стендов Я снимал обзор по этому обновлению И вы просто посмотрите Уже тогда можно было создавать кланы И плюс нож бабочки тогда Вот когда, грубо говоря, только вышла коллекция Нож бабочки тогда стоил прям очень-очень дорого Буквально я его покупал тысяч за 5 или за 6 тысяч голды Ну и прямо сейчас давайте посмотрим Как же изменился стендов в итоге Посмотрите на главное меню Оно сделано очень классно Я просто горжусь за стендов Я хочу снять это видео Чтобы потом через год пересмотреть его И сказать, да, стендов реально эволюционирует Ребятки, посмотрите на инвентарь Посмотрите на все эти скины На все эти наклейки На клан, ну елки-палки Ну блин Вот кто бы что ни говорил Но разработчики все-таки большие молодцы И я хотел бы им сказать лично себя Ребят, вы красавчики Вы проделали большую работу За все эти 4 года Ну что ж, дорогие друзья В принципе, на этом все Если тебе нужна бесплатная голда Или бесплатный нож Переходи в мой телеграм-канал Потому что там я почти ежедневно Провожу различные розыгрыши Ссылочка на телеграм в описании Также ставь лайк И пиши в комментариях, какая версия тебе понравилась больше всего Ну что же, сам был ваш Кентуха Всем удачи И всем пока